МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Это очень важно, из них на электростика позволяла прийти при принике семьи, и у нас было пересечивание, только как мы с burgой, приорога приема приема приема, и патрику, а дальше как вы Residential Макомра, а приема приема приема, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 И чувство ответственности. К сожалению, с развитием демократии, наше молодое поколение стало более демократичным. А вы, дорогие и уважаемые, вы более остались консервативными. Ну, то, что есть у нас, то, что на ночь, это воздушники понесены на ночь. Но чтобы почувствовали ответственность и не сказали, что вот там не было школы. Вот не зря вот здесь мы послушали, что Иосиф Беткалета основал одно из первых наших, первых типографий, когда были вот изданы вот эти наши церковные книги. Были рукописные, не хватало их. Он в Москве во время Хатлат-Моршума, не прошло более 5-6 лет, Джудео Чепка, Джудея Хаджаста, Джудея Нарта, Наши Лапея, Талаквичманди, Двухнуль Зуизы, Хышты Аль-Инья Матвейда. Там образовав визали последствия и типографиям Джудришу и Ютубня. И оттуда он принес вот эти первые наши овновидные вот эти буквы в Носуле, в Нинеме, в то время, в 21-24 год, когда война, Первая мировая война, разделение, наш народ в этом всем смятении, он основал и открыл первую нашу осилийскую школу и церковь. И тем более сейчас у нас вот это, слава Богу, у нас есть все возможности. И грех не воспользоваться вот этим всем. Слава Богу, у нас есть книги, они напечатаны, они изданы, и на русский язык перевели, и на сирийский, и на армянский, и на русский язык. И на сирийский язык. Более того, более того, в Армении, если вы хотите знать, что наш осилийский язык изучают в наших школах на государственном уровне, с 1 по 12 класс. И не только наши осилийцы, но все те, которые посвящают, и представители разных народов, которые посвящают вот эти школы. Это имя Ивановича, и в наших осилийской школах. То есть все изучают наши языки, и сдают государственные языки. Мой палец. Адекватия мы с вами. Их. Аплодисменты. Можно еще уделить ваше внимание, чтобы я из вас присказался, из молодых, из старшего уделения, из среднего пожелания, на пустыне, чтобы вот эти дети, молодые, которые здесь присутствуют, услышали из ваших хвостов, чтобы это не было сказания в одну сторону, чтобы было много голосов, много пожеланий, много выступлений и назиданий. Если есть какие-то замечания, с большой радостью мы это все примем. Если есть какие-то недостатки, мы постараемся эти недостатки исправить и пополнить хорошими, добрыми вещами в начале. Но я вам об этом скажу, что никогда не надо держать зло друг на друга. Как вот эта притча сейчас была сказана. Но эта притча, наша народная притча, не присядная. Браво, Бассейн, это не инор. С вашего позволения, давайте в первую очередь попросим наших уважаемых гостей, таких как Николай Кисарович, Семенович, 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 селуясь пару слов. Здесь подчасть немецкого народа, это еще три немцы. А когда дальше уехали, тоже, скажем, на слота, и наша школа, продолжение института, работа, и кругом меня окружала русская. И, к сожалению, я нечего начать с того, что я в первую очередь. Даже когда приезжал священнослужитель из Беракли, сейчас слово я могу сказать, а потом я просил дальше, чтобы сказал, потому что я привык все говорить логично, последовательно, на русском. И на сирийском я начинаю, так как мало говорил, окружения не было, начинал вспоминать слова, и не получилось вспоминать, скажем, не настоящее это слово, которое есть, последовательно, другим. И вот просил, чтобы по-русски говорили, что было. Я это почему говорю? Я говорю о себе. На сегодняшний день я очень хорошо сказал, в принципе, он это и сказал, что мы живем среди русской нации, где язык основном государственном русском, и мы свое не забываем. У меня такая просьба, но я сегодня чувствую себя счастливым, услышав гимн, когда вот дети, я смотрел особенно на ту маленькую девочку, душа родила. Маленькая девочка вам обоих смайла. Душа родила. И я чувствовал себя какой-то обновленным. Немножко плохо слышал последний, плохо работала лабораторой. Но такое у меня вот, вот еще влияние появилось что-то. Я хочу сказать, ребята, сейчас время немножко совсем другое. Этап другой возможности есть, зависит только от нас самих. Уважайте себя, свой народ, свой язык. Все энтузиасты, которые есть, помогайте другому, поддерживайте, подсказывайте. И где-то, как говорится, чуть-чуть, если кто-то уходит, лениться делать, чуть-чуть укусите его. Ну, в хорошем смысле. То есть, направьте его на язык. И будьте чувствовать себя, вы можете с гордостью, я лично всегда с гордостью говорю и о Северии. И то, что говорили произведения Ашуфа, это первое произведение, не отдельные слова, а первое произведение мирового значения. В мире не было. Первое в мире произведение написано Ашуфа Данакеевна. Спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что я сегодня получил. Такое несправедливо. Добрый день. Ну, я вообще-то хочу продолжать вашу мысль. Я тоже себя всегда ущербывал в этом вопросе, потому что так же сложилось, что я до 11 лет прекрасно говорил на российском языке. Правда, я жил в Ереване, но всегда ездил в деревню моего отца, в Коляса. И, конечно, все лето проводил там, играли в футбол, ругались на Ассирийском языке. До сих пор прекрасно помню. Звучит как музыка Ассирийского ругательства. По-моему, даже в русском таких ругательствах. Это тоже надо где-то ответить. Лучше мы всегда впереди планеты в Севере. Но так же и сложилось, что пришлось уехать на целых 40 лет на Север. И где я всегда говорил, что у нас полтора сирийцев. Я и моя дочка наполовину. Вот у нас полтора сирийцев. Но все дело в том, что по роду своей деятельности, где бы я ни был, я всегда с гордостью говорил, что я сириец. Меня, правда, спрашивали, а какая национальность? Я говорю, а сириец. Сириец? Я говорю, да, а сириец. И на секунду они замерзли и говорили, вот у тебя сириец? Я говорю, да, вот у тебя сириец. То есть они думали, это для них было как экзотика. То есть они не верили, что потом вот эти, вот этой древней цивилизации, они еще остались. Я всегда поражался. Это какой генетический код, такой, ну, божественный, что потеряв государственность, мы все-таки сохранились. Хотя, конечно, на всех исторических этапах эта ассимиляция происходила, это понятно, как и в среде других национальностей. Но сейчас, и я вам откровенно скажу, мой выбор приехать в Краснодар, это тоже немаловажный вопрос сигнал. Когда я в 2011 году приехал сюда, у нас были концерты в органном зале, и тут осилистская диаспора, церковь, тогда строилось все. Я вот тогда подумал о своей дочери, думал, нет, надо приехать сюда, чтобы она все-таки жила со своими, и я не ошибся, да, и вот видите, она старается все-таки участвовать посильно в этом движении. А молодым что я хочу сказать? На самом деле, мы должны об этом очень задуматься, потому что сейчас, в общем-то, при этой демократии можно очень много возможностей есть, продвигать свой язык, свою культуру, и самое главное, не надо стесняться, не надо бояться, не надо... Меня тоже, как вы говорите, меня хотели сделать и гипаркезиан, и гипаркезианц, вот в Армении. Они говорят, ну как предсказание, ты не можешь, которые говорят, да нет, я армянин, армянский язык, культуру все знают, но я все-таки о себе. И всем пожеланиям, особенно если молодым, будьте нас учены, учите язык, потому что один древний философ сказал, человек столько раз человек, сколько языков он знает, потому что каждый язык, это своя духовность, а если родной язык свой знает, вы просто будете очень востребованы в этом мире и духовно, и ну и понятно, и как иначе. Большое вам спасибо, что вы увидите. Ну, ничего, да? Вещанство уснать. Вещанство уснать. Вещанство уснать. Вещанство уснать. Во-первых, я хотел бы, безусловно, выразить благодарность и сказать большое спасибо нашим, я не знаю, как, руководителям, инициаторам, пожакам, в конце концов, изучения ассирийского языка, ассирийской культуры. Все здесь все правильно говорили. Я чуть-чуть добавлю, что хотел бы сказать, что нация существует до тех пор, пока существует культура и язык. Если потеряем язык и культуру, то, безусловно, уже говорить о нации нет смысла принадлежности. Ну, а себе что я могу сказать? Я могу сказать, на самом деле, я горжусь тем, что являюсь представителем нашей родной нации ассирийского языка. Я бы хотел, пожелание, вы сказали, я думаю, что просто говорить о том, что надо изучать, надо изучать, надо изучать язык, но это мало, это практически ничего. Я думаю, все-таки надо больше, больше преподносить, тем более молодежи, значит, те великие достижения и подвиги, которые были совершены нашими предками. Ту культуру, которую привнесли или дали миру представители нашей нации. Надо говорить о том, что, в конце концов, вот ту религию, христианство, которую мы сейчас все признаем и исповедуем, практически, я не знаю, большей части мира внесли или передали ассирийск. Иногда часто бывает, вот вспомнили, кто вы, кто-то спрашивал, какой вы принадлежите в Армении, да, кто вы, что вы. Вы знаете, я тоже часто сталкивался с этим, проживая, да, в Кисловодске, там ассирийцев мало, очень много армян. И когда они начинали, говорят, да, Армения первая, или Армяне первая, крестьяне, значит, ну, пришлось залезть в интернет, слава Богу, сейчас все это есть, и там очень много статей, очень много научных трудов, которые говорят о том, что христианство в Армению, ну, про Грузию потом, значит, привнесли ассирийцы. Там говорится о том, что первые два католикоза, или одни из первых католикоза в Армении, были ассирийцы. Там говорится о том, что одним из царей в начале, после, ну, первого века образования Армении, был ассирийц. Там говорится о том, что сто лет в Армении служба велась на ассирийском языке. Когда вот это все, ну, это армянам, друзьям, братьям показалось, значит, они успокоились, но я хочу сказать, что дети, дети мои, мои, ну, друзья, ассирийцы, которые там проживают, когда мы все это подняли, я им показал, вы знаете, у каждого внутри возникло чувство гордости за свой народ. И вот я хотел бы что еще сказать, что, а, даже о том, что вот эти, я сказал, монографии есть, есть, значит, труды, мне дали, знаете, что, Ильчиня-1 издал маленькую брошюру, у меня есть копия этой брошюры, где как раз признается о том, что ассирийцы принесли, значит, принесли религию, значит, в Армению. Ну, уже не говорю, что в Грузии там 12 апостолов наших о том, что до сих пор, буквально годика два назад, три, я не помню, какой был праздник, значит, в Грузии католикос выступал, по телевидению это была передача, где он говорит о том, что мы благодарны ассирийцам, которые принесли христианство в Грузию, вот эти апостолы. То есть, вот это, все моменты, безусловно, мы должны, значит, как можно больше и чаще говорить об этом и нашим молодым, но мы уже взрослые, но нашим молодым вот таким образом проливать чувство гордости за свой народ. Безусловно. Поэтому, ну, что я еще могу сказать? Я могу еще раз сказать спасибо большое о том, что вот это все организовано. И я думаю, что надо как больше, как можно чаще, но вот сегодня язык, вы ради языка собрались. я думаю, надо еще ну, хотя бы раз в месяц какую-то тему национальную, патриотическую поднимать и вот таким же образом все это организовывать, приглашать. Безусловно, мы таким образом, так сказать, поднимем. Если мы поднимем чувство патриотизма, то, безусловно, язык сохранится. Спасибо. Здравствуйте. Хотел бы всех приветствовать. В продолжении темы сегодня раскрываем, то, что, почему язык, что я говорю, по какой причине язык пропадает. Ну, лично на своем время я язык свой знаю благодаря моему отцу. Я даже помню, как он сидел, дословно, каждое слово рассказывал, переводил. Сегодня аудитория, ну, более степени, процентов 70, это взрослые поколения. Нас заложен в молодежи код вложения к старшим, учитывая мнение к старшим. Поэтому хочу воспользоваться, попросить вас, взрослого поколения, оказать давление на поколение наших, молодежи, для того, чтобы эта аудитория была намного шире и более, чтобы здесь не существует молодежь. Потому что, ну, мы учитываем ваши мнения, и вы являетесь основным, от поколения в поколение передаются знания языка. На данный момент у нас, ну, как бы, молодежь, погашена у нас это чувство патриотизма, стремление к знанию языка. Ну, потому что мы живем сейчас в этой стране, где основной язык является русский. Поэтому, прошу от имени молодого поколения оказать сильное, прямо, настойчивое давление на нас, на наше поколение, для того, чтобы посещали такие мероприятия, показывали вклад свой в организацию джану. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . , . . . . . . , . 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 Дети слышали на своем родном языке. Потому что это очень тяжело, когда один раз в неделю пытаешься все схватить, пытаешься дать разные темы, пытаешься какую-то разговорную речь и почитать текст. Очень мало. Очень. И дети очень хотят, очень жаждут знать свой язык. И вот Женя у нас появился в этом году, чудо-ребенок. Камила вообще, вот стоят чуды, чуды наши, которые не носители языка и прекрасно сейчас учатся и стараются. И я все время говорю, девочки, вы должны потом преподавать язык, дойти до этого уровня. Вот две девочки, на которые мы надеемся. Так, сейчас у нас есть такие маленькие награды для детей. Рабыкаша, пожалуйста. Мы подготовили вот такие грамоты всем детям за участие в празднике, посвященном международному и родному языку. Павлово Неневе награждается. Ушаков, Данилове. Дедушка за внуком. Вот еще одна семья, которая обучает детей родному языку. У них, ну, попробуй не заговорить. Попробуй не заговорить. Награждается Павлова Неневе, Павлов Юэль, Абрамов Давид, Абрамова Трояна, это все носители языка, Падалова Елена, Матвиенко Людмила, Матвиенко Яна, Бениамин Авардов, Матвейн Авардов, Матвейн Авардов, Матвейн Авардов, Агасара Альберс, Иванова Екатерина, Агасара Парис, Марчин Каинги, Гевар Кизова Ольга, Михаила Макагина, АПЛОДИСМЕНТВ, Спасибо. Мы артисты, я думаю, многие из вас видели, многие присутствовали на спектаклях, когда мы ставили спектакли, дети не носители языка играли спектакли на ассирийском языке, это было очень сложно, они это сделали, они самые лучшие, и мы хотим еще продолжать это дело. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.